Всех приветствую в новом влоге. Сегодня у нас последняя неделя перед Новым Годом и нужно очень много всего успеть, так как пару недель у меня выпали. Я хочу все пододелывать. Ну, посмотрим, какой получится влог. Скорее всего, выйдет он уже в январе, потому что я хочу захватить и часть саму новогоднюю. Всех с наступившим Новым Годом. Я надеюсь, этот наступивший Новый Год будет хороший для всех. Я надеюсь, что будет все хорошо и, по крайней мере, наши проекты, которые вы хотите выполнить в этом году, все-таки всем удастся воплотить и все у нас будет классно. Я, так как в мастерской, сейчас пойду красить шкаф и, в принципе, это все мои творческие дела. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Всем привет! Я в своей мастерской пришла докрашивать шкаф. И, на самом деле, за эти две недели, что я вообще расслабилась, ничего не делала и, конечно, выбила из своей привычной рабочей колеи. Знаете, это когда как белка в колесе, ты бежишь, бежишь по кругу, и вдруг колесо ломается, и ты вынужден выйти со стороны и посмотреть на это колесо и понять, что ты бежал не по прямой к своей цели, а просто бежал по кругу. И это, конечно, такое мощное осознание. Сегодня уже вторник, Новый год, вот прям на носу, все уже стреляют, тут начинаются отмечания, поздравляю всех с Новым годом. И если вы чувствуете, что вы устали, какая бы ни была ваша важная работа, нужно давать себе отдых. Это очень важно, иначе тело само скажет, отдыхайте. Кое-что придумала с этим шкафом. Ладно, новая неделя, за работу. Так, как выглядит мой шкаф, он у меня высох, это первый слой просох. Конечно, это все можно прошпаклевать, чтобы это все было поаккуратней, я не хочу. Мне даже нравится, что он такой старенький, ретро, все равно он весь кривенький. Я не делаю реставрацию прям идеального шкафа, я его просто хочу задекорировать, чтобы он выглядел так, как нужно мне, чтобы он был интересным и таким вот ярким объектом. Скорее всего, я его доделаю уже в январе, потому что некоторые элементы, которые здесь будут, придут у меня только в январе. Я через Вайлбер заказывала. Но это уже, я думаю, будет в январе, потому что завтра буду заниматься домом, всем таким уборкой глобальной к Новому году надо все это сделать. Хочется в чистоте, красоте встречать Новый год, поэтому сегодня крашу на второй слой. Ну что, работа на эту неделю закончена. Мне он уже очень нравится, но это еще не окончательный вариант. Я покрасила, загрунтовала вот эти полочки, это мои старые полочки с детства, они у меня в комнате в детской были. Как видите, синяя, у меня комната была детская синяя, вот эта вот люстра синяя, вот. И каемочка тут была синяя, но сюда все это не подходит. По идее, было бы неплохо вообще выйти на улицу из баллончика, покрасить их, я бы даже их в черный бы, наверное, покрасила. Или в красный, чтобы сочеталось со шкафом. Но я так подумала, все равно я эти полки заставлю чем-нибудь, какими-нибудь там мелочевками, коробочками. Если нормально, я ее заставлю вот какими-нибудь банками и в принципе не будет видно ничего, то так и оставлю, смысла нет. Вот загрунтовала мусорное ведро, потому что мусорное ведро здесь все равно это очень нужная вещь. Очень оно удобное, большое, но как видите, оно вообще не подходит под вот это все красивое, яркое. Я его загрунтовала кварцевым грунтом и покрашу, скорее всего, белым цветом, обычным. Не знаю, ничего такого с ним придумывать не буду. Ящичек вот такой нашла. Этот ящичек мне достался от дяди. И он там был очень грязный, там он хранил какие-то там топоры, ножи, не помню, инструменты свои хранил. И он был вообще грязный, я его отмывала очень долго, шкребла, прошла морилкой, вот видите, заморила. Это я делала еще давно, когда вот этот весь ремонт делала, видите, в цвет вот это все делала. Я думаю, во-первых, он очень удобный, можно туда будет всякие мастихины или шкурки складывать. Вот, в общем, удобный, хороший ящичек, туда много чего можно поместить, как раз вот этого барахла. И я, скорее всего, его покрою просто лаком, чтобы можно было от пыли легко его потом убирать. И, может быть, по трафарету что-нибудь сделаю. Тут были у меня голубые шторы когда-то давно, и коты их настолько подрали, что я их выбросила. Что-то надо будет придумать, в общем, с этим делом. У меня никакой однотонной ткани нет, несмотря на то, что там куча всякой ткани. Но такого, чтобы сюда подошло, нет. Я хочу что-то очень белое, такое нейтральное, потому что вот, у меня вот здесь будет мое рабочее такое место, и чтобы там ничего не отвлекало. И останется вот это все разобрать. Ура! Говори, Новый Год! Новый Год! У нас просто грандиозные фейерверки. Люди проснулись и пошли к ничьям. Угу. Моя на полгоня. На улицу нет. Почему? Мы не приготовились идти на улицу. Подрастешь, будем на улицу встречать. Там кто-то у нас, смотри. В эти бенгальские огни живут соседние. Кто-то. О, кто-то веселый там кричит. Я! Вон, смотри, смотри. Ой, извини. Почти, и там еще. Еще там. О, кто-то. Продолжение следует... 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 переписывать на диск там в общем очень классные функции с радио можно же песни было записывать и я сейчас последнее время мне в этой комнате телевизора нет я слушаю вот такие свои кассеты где я записывала с радио все ну вот все уместилось в одну коробочку в принципе тоже осталось по цветам если еще одна если вдруг мне понадобится я смогу найти все что нужно а еще хотела рассказать такую странную историю откуда эта коробочка этой коробочке здесь написано twins лет наверное 15 и она у меня тоже не просто так хранится когда-то давно в этой коробке я принесла котенка домой и здесь так написано ему мы прочитали twins и стали twins twins и назвали кошку твикса в итоге ну twins похоже на твикс и мы стали ее называть вот так твикса и кошка твикса с нами прожила лет 13 14 вот в прошлом году ее не стало кошки и эта коробка такая тоже меня хранилась просто потому что мне вот кошечку я несла домой и она у меня вот так долго хранилась тут а еще сейчас убирала смотрите нашла какую книжку у кого была такая же вот эти две просто с детства с этой цветы я наверное рисовала все детские еще лет в 6 наверно но утром у всех была и в школе и где нарисование ходила и меня было вот в общем отсюда я срисовывала цветы прямо такой мои первые ботанические зарисовки и вот эта раскраска я ее не раскрашивала мне и всегда было жалко портить но тут тоже вот такие вот можно раскрашивать с картинками очень классный просто смотрите очень мега крутая раскраска это ж надо было такую придумать красивую медведи на велосипеде еще вот такую нашла тоже у меня с детства прям животный мир африки и я с нее кстати тоже рисовала у меня есть акварель и вот красотища же мы еще тараканище нашла то помнят эти иллюстрации обалдеть вот эта графика вот это классная графика тут сейчас как видите уже стало намного это все мусор все выброситься я вот перебирают мусора куча тут картины пока так находится вот это я все разберу стол переклею туда он задвинется чуть подальше будет и вот это все практически я разобрала по местам все краски ставлю там у меня швейные всякие ткани в общем я потихоньку разбираю разбираю вот там пока сверху стоит балет барельеф я уберу вот здесь в общем то уже навожу порядок в общем самое сложное среди этого всего просто все разобрать и найти место всем этим вещам и так ну что практически свободная комната мусор брать вот я все поразбирала я нашла у себя не знаю чей вот такой вот чемодан написано краснодар на нем вот какой-то тысяча девятьсот семьдесят шестой ту вот такого открываешь и тут есть даже вот стефания с андрейли ну видимо наверное это был мужской чемодан вот он такой классный сюда можно чтобы положить очень красивый мне нравится этот рисунок в общем я хочу из этого чемодана просто сделать он закрывается даже сделать этюдник как бы для всяких штук для барельефа ну как бы сделать его не то чтобы сделать просто сюда все поскладывают мы стихи ины шкурки что надо будут у меня наверное вот в этом чемоданчике лежать и вот у меня еще есть вот такой классный рюкзачок это мамон рюкзак и мне он очень нравится его столько лет берегу с собой перевожу но он не особо удобный на самом деле и туда мало что влазить ну какие-то документы можно наверное положить и вот этот вот уголок пока никак он особо не оформился я просто разбросала тут я старые ретро кассеты которые я вот откопала даже смеха панорама 2 у меня есть всякие сборники с радио то что я писала союз 20 есть в общем тут все кисточки кисточки там поталь а в общем так пока в разнобой все разложила я не знаю сюда положила свой этот самый может потом на окно поставлю пока окно буду делать и свою швейную любимую машиночку накрыла пакетом пакет конечно выглядит просто отвратительно надо его что-то другое придумать ну сколько ему лет этому же пакетику отслужил наверно свое шла еще вот такой вот прозрачный не знаю что это было и сложила пока туда валик его конечно по-хорошему надо помыть будет и куда-то можно будет поставить да детки в школе снег выпал вот это девочки там сейчас я помню наши школьные времена когда выпадал снег девчонки выходили через черный выход всегда обычно очень много снега выпало папа вот это буквально за несколько часов что будет за неделю я попрыгнулся до снега ты замерз да да и не холодно не холодно выше мы погулять просто вообще такая красотища у нас это буквально несколько недель в году может быть в Краснодаре. Но зато как все радуются снегу. Даже вороны вон кричат, радуются. Вот теперь наша елочка. Тут смотрится по-новогоднему красиво. А то стояла среди лета. Вот теперь красотища. Еще и не убрали. Субтитры сделал DimaTorzok